Ну что ж, сейчас соберем последнюю информацию, которая поступала и продолжает поступать из аэропорта Шереметьево касаемо жесткой посадки самолета Сухой Суперджет-100. Молния, которая пришла через агентство РИА Новости со ссылкой на МЧС России. Шесть человек пострадали при возгорании самолета. Ну что ж, также по предварительным данным других агентств сообщалось также об одном погибшем. Опять же, эти данные предварительные, пока их никто не подтверждает. Что известно, лайнер авиакомпании Аэрофлот выполнял рейс Москва-Мурманск. Через несколько минут после взлета пилот запросил экстренную посадку из-за возгорания в одном из двигателей. Из-за чего это произошло, пока доподлинно, естественно, неизвестно. Есть две версии. Первая, молния попала в двигатель, из-за чего он загорелся. Вторая, неисправность электрооборудования. Как раз выяснением причин займутся эксперты транспортной прокуратуры, следственного комитета, Ространснадзора, который уже сейчас в аэропорту Шереметьево. Я напомню, там несколько минут назад заработал оперативный штаб, который был развернут. Как раз для того, чтобы и расследовать, и оперативно разбираться в этой ситуации. Самолет, как известно, сел не с первого раза. Опять-таки, из-за сложных метеоусловий. Со второго раза самолет смог приземлиться. Посадка была жесткой. На тех кадрах, которые мы видели, у самолета, судя по всему, было подломлено одно из шасси. Либо одно из задних шасси, либо оба. Уже когда самолет катился по взлетно-посадочной полосе, вот вы видите эти кадры, задняя его часть была охвачена огнем. Но, как сообщил нашему каналу очевидец, пожар был устранен в течение минуты, максимум двух. Люди были оперативно эвакуированы по надувным трапам. 78 человек находились на борту. Это и пассажиры, и экипаж. Еще раз напомним, сейчас в Шереметьеве развернут оперативный штаб, куда прибыли эксперты Ространснадзора, прокуратуры, Следственного комитета, который возбудил уголовное дело. Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в части 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время на место происшествия выехала следственная оперативная группа. После работы спасателей следственная группа приступит к осмотру места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается. Ну, также известно, что самолет, с которым произошла эта авария, совсем новый, 2018 года выпуска. А вот что вообще известно об этом воздушном судне. Самолет «Сухой Суперджет». Российский ближнемагистральный пассажирский самолет узкофюзеляжный. Предназначен для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 километров. Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого». Это первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. И первый в стране, сделанный с использованием исключительно цифровых технологий проектирования. Длина 29,94 метра. Высота 10,20... Ну, еще раз напомним, МЧС подтверждает, 6 человек пострадали при возгорании самолета и при жесткой посадке. А ну давай балет! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро! Держитесь! Т-34. Учись, Квазимода! 9 мая в 21.00 на канале Россия. Субтитры создавал DimaTorzok